Мы договаривались, обсуждая тему уборки дворов в прошлый раз, что мы ускорим запуск создания управляющей компании с участием области. Дмитрий Игоревич, как ситуация? Какой статус текущий? Андрей Владимирович, на сегодняшний день уже зарегистрирована управляющая компания Мурманской области. 35 долей данной организации принадлежит акционерному обществу корпорации Мурманской области, корпорации развития Мурманской области, 100% учредителей, которые являются Министерством имущественных отношений Мурманской области, 65% частный инвестор ООО ФСК. Цель создания данной управляющей компании, создания эффективной компании, работающей в условиях Крайнего Севера. Сегодня все предпосылки для создания такой организации в регионе имеются. Мы сегодня слышали у ряда муниципалитета и нехватка транспортных средств, нехватка рабочих рук. И частенько на рынке жилищно-коммунальных услуг встречаются компании, которые предоставляют некачественные услуги. И даже если такие компании будут лишаться лицензии, то особо передать жилфонд и некому на рынке. Поэтому у данной управляющей компании сегодня есть план по развитию, основан он на конкурентных преимуществах. В основном это наличие частного инвестора, надежность государственного партнерства и наличие технической базы. В качестве технической базы и инвестиций частный инвестор предполагает до конца года инвестировать 19 миллионов на приобретение уборочной техники, автопарка и наполнение складов ЗИПом. Сегодня эта организация находится в процессе лицензирования, но на текущей неделе мы ожидаем уже результаты по лицензированию. Все инвестиции за счет частного партнера. Я правильно понимаю, что до конца текущего года компания уже способна будет работать и управлять домами, убирать дворы и так далее? До конца текущего года в планах управляющей компании уже перевести на себя около 800 квадратных метров жилищного фонда и приобретение техники, тракторов и найм работников. У меня просьба, следите за тем, что наша задача, чтобы у нас появился под контролем государства игрок, который способен конкурировать и задавать высокую планку управления на рынке жилища. Я понимаю, что это в один месяц не получится, но важно, чтобы до конца года эта компания заработала. Здесь надо всяческую поддержку оказывать, чтобы у нас в следующем году развитие этой сферы происходило очень активно. Потому что вы правы абсолютно, что при всех инструментах изъятия домов, лишении лицензии, которые сегодня выжил инспекция наша применяет, фактической конкуренции на рынке нет. И лишая одних лицензий, некому дальше управлять. Такой сложился рынок, особенно этот рынок в городе Мурманске. Продолжение следует...